Кусь за Potion Permit, на связи с Чандор Ульмина. Здравствуйте. Это рекомендательное письмо? Надеюсь. Видимо. Привет. Рад тебя видеть. Мы столько о тебе говорили после того экзамена. Доктор Нестор очень доволен твоими успехами. И что самое интересное, Мойра тоже. Хорошо. Просто удивительно, да? Я бы никогда не подумал, что хоть один разговор с Мойрой может не превратиться в конфликт. Но вообще не с Мойрой, а... Или Мойра, это девочка. Мойра, это сестра его. А, да-да-да. Видимо. Да, видимо. Она убийственно серьезная девушка и законченный цинник, зато очень умная. Портрет идеальной ученицы. Зануда. Ох, прости. Это все лирика. Как он любит подходить близко к нам. На самом деле, я здесь, потому что доктор Нестор просил передать тебе письмо, да и непростое. А рекомендательное. Спасибо. Мы очень надеемся, что ты и дальше будешь учиться и работать на Узраве Лунбери. Конечно. А, да. И то, что я только что сказал про Мойру. Пусть это будет нашим секретом. Ладненько? Еще увидимся, юный зелеват. Красеныш. Все, у нас рекомендательное письмо. Я тебе точно говорю, крысеныш. Витька! Ой, Витья. Что ты делаешь? Витя, не смей собаку трогать. Эй, это мое. Смотри, это норка Кротови сверху есть. Ага. Э, твой, твой ПС нашел то, что принадлежит мне. О чем речь? У меня есть коллекция костей, храню ее в сундуке под землей. Я ее спрятал, чтоб никто не нашел. Но ты только посмотри на эту пса. Это не норка Кротов. Не норка Кротов. Он тебя откопал. И теперь меня тревожно, раз в городе еще кто-то любит яме. Так это же пёс. Лучше уж буду хранить крылья у себя. А теперь прошу извинить. Мгм. Он теперь умеет копать. Теперь Шикал умеет копать. Пёс может раскапывать насыпи в поисках ресурсов под землей. Если рядом есть насыпи, он автоматически начнет лить землю. Такого в демке не было. Что это значит? Я не знаю. Но это классно слушать. Теперь насыпи искать. А он сам найдет, наверное. А где он найдет их? А как они выглядят? Я предполагаю, как насыпи. Так, это что такое? Что-то с животом. Да, с утра надо прям. Да, надо сходить до 12. С 8, правда, по-моему, до 12. Чандар, я давно пытаюсь отправить тебе приглашение. Это к бабуле. А, это да, это Мариэль. А со скольки? С 15. То есть после работы мужа ее. Ага. Так, это Дерек опять качается. Логично. Чтоб прям уже гости были. А тот спит. Разумно, кстати, разумно. Чтобы не считали, что она какая-то полетна. Ну, с другой стороны, в отсутствии мужа она могла бы все дела поделать. Это было бы тоже вполне логичное решение. Ну, а это же она в гости зовет. Молодец. Угу. Так. Угу. Ага. Хорошо. Хорошо, хорошо. Я бы даже сказал. Завтра квестик. Да. Так, это мы все проскипываем, понятное дело. Ой, здесь, я думаю, что за пират? А это же этот. Тот самый, да. Угу. Которого мы изредка видим. Дэн. Дэн, который. Угу. С утра, значит, заходим в чужой дом. Как у вас дела? Мы можем посидеть. Я здесь подожду, муж. Привет, что делаешь? Ждем, пока ты проснешься. Куда идешь? Я бы хотела с тобой на попочкой разозлиться. Ага. Ясно. Пока. Блин, а это, это лучшая часть игры. Зашел муж джик какой-то в дом. Такой я посижу тут. Да. Пожалуй. Перекатываться не надо. Да, хватит. Я перекатывался. Угу. А, ясно, кому накинули. Русо, что ты добавил в чай? А что такое, мэр? Когда я пригласил Русо на чайпитие, он что-то добавил в мой чай. Не знаю, что это было, но мне пришлось побегать. Хе-хе-хе-хе-хе. Что такое, мэр? Пришлось побегать по делам? Прошу прощения, у меня появились неотложные дела. И... И... О, божечки. Ах, и ты здесь. Ну, короче, слабительное. О, боже. Что ты дал, Русо? Ммм, Русо. Пожоты получится. Угу. Сейчас выбежит. Ту-ту-ру-пум. Ну, ожидаемо. Угу. Но зато с Русо мы подкорешили. О, Ханну давно не видели, кстати. Это та самая овца, надо. Да, да, сто лет не видели. Ну, кстати, мы с ней, оказывается, в хорошем прогрессе. Видите, как, конечно, прикольный парень. Посмотрим, что будет в конце его, это... Квестовой линии. Чё, Фанн же тоже часто тут. Найти можно. Да. Ну что? За деревесиной? Может быть, за удочкой всё-таки. Посвятим эту серию удочки. Давай, давай. Сейчас, погоди, я... Ну, я хотел проверить, просто вдруг здесь будет... Нам клин. Клин нужен? Кому это клинья мы будем подбивать? Не знаю. Катмару? Осману. Во. Ну, с ней, кстати, прям хорошо-хорошо, да. Ой. Мне не тяжело на это смотреть. Можно я закрою глаза? Пожалуйста. Закрываешь глаза, отдаёшь. Ну что, всё нашлось? Прекрасно, док. Осталось найти Рейнора. Полный вперёд. Какая... Куда же без Рейнора? Разумеется. Где можем его найти? Вот, держи. Новая удочка. Очень высокий. Теперь на твою удочку любая рыбка клюнет. Я уже сказала, что вижу в тебе большой потенциал, док. К тому же, я хочу показать, что рыбка будоражит не меньше, чем поиск сокровищ. Рыбалка. Рыбка. Да, я не припомню тебя такой взволнованной. С чего бы? Я просто страстно люблю море, смекаешь? Моему сундуку не нужно других сокровищ. А теперь, кыш, все отсюда. Поймали меня на свою удочку, а у меня теперь дело побырло. Конечно, конечно. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Мой горн, ага, ага. Рассказывай. Хорошая удочка. Мне кажется, он просек просто то, что это как бы... Угу, угу. Гаремчик-то может и не собрать. Так, рекомендательное письмо нужно Мэйеру отнести. Я бы лучше это сделал, потому что это делается с утра. Ой, женщина пьет кофе. Ну, утро просто. Ну, просто обычно они бухают в любое время. Я же говорю, это просто утро на улице для приличия кофеечек. Ох, кстати. О-о-о. Ну, все. Угу. С Зиком давно не говорили. Угу. Опа. Та-та-та-та-та-та. Настолько давно? Хорошо, хорошо. Так, а сруса мы не говорили. Нет, мы его не видели. Больше. Сяо, конечно же. Ага. Обязательно же. С Мартой мы говорили. Вот она. Деф. Мгм. Наверняка что-нибудь нужно будет разносить. Распосылать. Так. Кукуськи, Март. Значок, пожалуйста, учите. Угу. Давно заслужили, между прочим. Угу. Ты снова насчет значка? Да. Понятно. Пойдем поговорим у меня. А мы где? Ясно, понятно. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Значит, врачебная ассоциация выдала тебе первое рекомендательное письмо? Угу. Похоже, что все в порядке. Доктор Нестер тоже подпись поставил. Прекрасно. Я с радостью повышу уровень твоего значка. С этим значком ты сможешь исследовать еще более отдаленные области и искать новые материалы. Мне не терпится увидеть, что еще нового принесешь ты в наш город. Конечно, конечно. Все. Получено значок доверия 2. Ой. Сколько там ресурса? Нужно было? А мы сейчас узнаем. Что мы хотели? Мы хотели поудочить, правильно? Поудочить. Это если она получена, то это на вторую надо. На вторую. Это рядом с домом. Нам нужны эти суперчервяки. Угу. А, это надо тогда в этот сходить к клину опять. Клина. Чуть-чуть червяков. Ага. Давай тогда клина. Потом поудочить. Ну, раз уж мы взялись за рыбалку, правильно? Остальное еще успеется. Эт, да. Так, купите, пожалуйста. Суперчервяк. Угу. Сколько и что купит? Я думаю, на косарь. Куда, куда, куда? Вот, 990. 66 червяков как раз. Суперчервяк не... А, откуда у нас столько денег? Чего? Денег у нас валом было. Столько? Мы же зарабатываем. Там по мелочишке, тут по мелочишке. Вот и... А, ну да. Вот на червей. Угу. Хоть на червей заработали. Рыбачить, ребят. Вторая рыбалка. Второго уровня. Прокаченная. Улучшенная. Между прочим, рыбки-то здесь уже покрупнее водятся. Угу. Прибаши. Новый рекорд. Ого. Осётр. Ой, с Мариэль, кстати, надо побеседовать. А нам... Нет. Я знаю. Нам... Я думал то, что... К ней в гости нам надо. Давай ещё немножко половим. Пойдём прям к ней. Там до трёх. Ну, от трёх. От трёх. А, точно. Там же от трёх до восьми. Угу. Слушай, она прям тянет рыбу. Ну, понятно. Я не большая рыба. Они вот такие маленькие. Рычки. Парасики. Креветочки. Угу. Новый рекорд. Золотая рыбка. Угу. Не совсем она, конечно, золотая. Судя по картинке. А, это называется сорт рыбы такой. Угу. Ладно, вид. Какая разница, ребят. Господи. Ещё вот это вот душить. Разновидность. Угу. Тип ресурса. Угу. Сом. Сом. Сома попалась. Попалась. Кормить. Угу. А что мы за них получаем? Мясо обычное? Белое? Видимо. Кстати, не наблюдала. Но, видимо, белое, так как оно увеличивается. Слушай, вообще ничего не дали. Ну, так он уже всё. То есть это максимум, да? Да. Да, максимальная собака. Да, максимальная собака. Жалко, как у пчёлки. Ну... А что, это время? Может быть, как раз как из-за максималки мы это сделали. Кого? Оооо, жить он теперь умеет, из-за максималки. Максималки? Могу. Могу быть. Это было бы логично. Угу. Видите, конечно, придумал, где кости свои хоронить. Угу. Это там кладбище. Вообще-то. Под боком. Не исключено, что на кладбище тоже есть множество белое мясо. Тоже множество заначек. Удивительно вообще. А что это вы тут могилки-то раскапываете? Ну, я тут как бы кости храню, знаете, коллекционеры. У меня коллекция здесь. Не, Витька хорош. Смотри, не тянется нифига, ты видишь? Угу. Бывает вообще. А как же третья тогда будет? Не знаю. Мы акул там будем ловить? Палтусов, наверное, каких-нибудь. В принципе, морсая там будет. Сибас. Лосось. Розовое мясо. О. Тут оно и тянуло. Ну, дорогая штука. Кто же будет потом, действительно? Кита поймаем. М? Розового. Розового кита? Да. Прекрасно. Моби Дика. Угу. Руку выловим, например. М? Руку чью-нибудь выловим. Плюс, кстати, удочка. Хорошо. То есть мы один раз плюсанули уже. Хорошо. Меня беспокоит то, что дом майора здесь находится. А нам бежать... Ну, и ладно. Это очень далеко. Ладно. Давай, сми же. Вот таки да, но... О, здоров. Так, мы говорили, по-моему, и с Мартой, и с Гертрудой. Угу. С Майером говорили, с Ру говорили. Говорили с Ру? Да, мы же ждали ее с утра сегодня. Точно. Как ты мог забыть? Ты думаешь, я запоминаю всех, кому мы утром приходим и ждем? Ну, это же было сегодня. Так, надо бежать. До 20.00. Где же вот этот вот, товарищ? Пират? В плавание отправился. Может, он, да, по воде ходит. Здравствуй. Проходи. Хочешь узнать, как у меня дела? Я ценю твою заботу, но сейчас у меня все хорошо. Но есть кое-что, с чем ты можешь мне помочь. Чем же? Не попробуешь печенье, которое я только что испекла? Опять печенье. Не пугай меня, женщина! Вкусненькая. Рада, что тебе понравилось. Но не хватает одного ингредиента. Доводилось слышать о красном сахаре. Говорят, у него совершенно необычный вкус в сравнении с простым сахаром. Это сахар, вымоченный в крови убитого медведя? Ага, убитых врагов. Идея? Сладкие кристаллы? Знаешь, как их сделать? Конечно, конечно. Я бы хотела попробовать испечь что-нибудь с ним. Принесешь мне немного? Конечно, конечно. Че спрашиваешь? Далеко бежать меня вот это вот беспокоит. Очень до нее далеко бежать. Если что, завтра отнесем. О, птичка невеличка. Сладкие кристаллы. Съедобная смесь со сладковатым привкусом. Можно использовать вместо сахара. Интересно. Стремный какой-то рецепт. Интересно. Стремный какой-то рецепт. Так, ну у нас есть решение. Все равно единички нужно будет ставить. А наверх? Ага, хорошо. Yes! Мало? Все, сладкие кристаллы. Прекрасно. И когда ей нужно отнести? Отнести Мариэль сладкие кристаллы. Ну, видимо, можно просто отнести. Не обязательно далеко бежать. Я думаю, да. Вопрос, где она? Ищи. Ищи, ищи. Ищи, ищейка. Она дома. Дома? Угу, видишь. Ого. Куда дома? А куда ей гулять? Поздно уже. Ну да. Муж с работы вернется. Кормить надо его. Ну да. Ого. Это то, о чем я просила? И чудесно. Интересно. Поскорее бы добавить их в рецепт. Прям при нас готовит. Угу. А из чего мы сделали? Из слизи точно. И смола. Древесный сок. Смола. Да, вот это вот древесное. И что-то еще было. Из поры гриба, по-моему. Отлично. Ну-ка, скажи вкуснее, чем прошлая партия. Феноменально. Лучше, да? Шедевр. Уверена, Ру безумно понравится новый рецепт. Спасибо за помощь. С удовольствием угощу тебя чем-нибудь новеньким в другой раз. Конечно, конечно. Спасибо. Сладости. Сладости, да. Ты нас к печеньям кормит, заметил? Угу. В общем, национальное блюдо печенье здесь какое-то. Может быть. Так, куда мы еще не сбегали? За ресурсами. И все, что ли? Да, да. И посмотрите, сколько стоит зимняя локация. Сколько стоит уйти оттуда. Ну, пойдем. Потому что я помню. Проблизительно. Затраты на древесину. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Что это было? А. Самок такой. Кстати, мы не собираем кукурузу. Да. Мы не собираем кукурузу. Потому что это еда. Что? Не получается сломать две сразу. Коньяку. Коньяку. Так, там будет камушек один. Его надо обязательно разбить. Телевесины, конечно, катастрофически мало. Вот дерево надо, наверное, каждый день обязательно просто стараться собирать. В общем, скорее всего, все дерево, что есть. В игре. Угу. За день. Опачки. Да, когда мы в последний раз чинили эту штуку, не помнишь? Наверное, в том году. Что это у вас тут происходит? О, это же Зелевар. Кажется, на этот раз все необходимые разрешения получены. Угу, угу. Мы как раз пытались разобраться, что случилось с механизмом. Считаем, что во всем виновата холодная вода. Во всем виноват Дин. Мы знаем. Да. Тут есть Дин в отеле. Уверяю тебя, мы уже раз шесть сочинили. Честно говоря, очень жаль, что он снова сломался. Это наша единственная серьезная проблема. Да ладно. А внизу у вас гейзер вообще-то работает. Угу. Подумаем, и мы вам поможем. Мы вам позвоним. Заменить механизм на более подходящий. Ну, я не великий специалист в области механики. Кажется, мы уже перепробовали все, что можно. Мы самые великие. У нас есть идеи, видимо. С зельями будем справляться, я не знаю. Попроси Гильдару помочь. Ну, честно говоря, мы уже пришлись к ней. И вообще-то механизм, который сейчас сломан, мы купили именно у нее. Хотя мы не просили попытаться изменить его. За вопрос в нос не бьют, так ведь? Поможешь нам? Конечно. За вопрос в нос не бьют. Подходишь ты такой к девушке. И говоришь, девушка, у вас огромная просто необъятная жопа. Жрать надо меньше. Вот давайте и посмотрим. Это же не вопрос был. Ну, это же... Это был не вопрос. Хорошо, вопрос. Как вы отъели такую большую жопу себе? Вот в нос разве не получишь за это? Может не в нос прилететь, может в челюсть прилететь. А может и того хуже. Может и... Вот, куда не надо, да, да. Сказка в колено. Дай нам знать, когда что-нибудь прояснится. Давай, правда, попробуем показать Гертруде сломанный механизм. Но Гертруде уже мы не покажем. А хотя, а почему нет? Почему не покажем? А может быть попробуем? Они же еще не спят. Они скорее всего в баре. Да, они бухают. По-любому. После тяжелого рабочего. Угу. Женщины пьют пиво. Мужики чай. Напились, видимо, уже. Нет, она не здесь. Не здесь. Чего, Марта? Чего, моя хорошая? Нанимаем пса. Сейчас наймем пса. Поисковая операция. Ага. Так, шихал. Погоди, шихал. Сейчас, секунду. С Османской империи нужно. Скорешец. Так вот, шихал. Задача следующая. Нам нужна Гертруде. Опа. Почему не... Ага. Играет. Играет внизу. Слушай, а без шихала мы бы... Да. Молодец, шихал. Да. Да, да, да. И много тут еще по кого. А мы, по-моему, говорили и с Атамаром, и с Сяо. С Сяо мы говорили, и с Атамаром мы тоже говорили на пляжу. И с Гертрудой мы тоже говорили. Сломанная шестеренка. Хочешь понять, что случилось с механизмом? Пойдем ко мне. Там мы поговорим. Как скажете, женщина. Нужно починить фуникулер. Опять. Ага. Мы же разбирались с этим не раз. Да, мама? И для наших изделий мы используем лучшие материалы. А возможно, проблема не в этом. Мы ручаемся за качество наших изделий. Холодно там надо было, наверное. Холодно, наверное, да. Нет смысла раз за разом создавать один и тот же механизм. Нужно переделывать. Может, по проблемам в чертеже? Ну, фуникулер давным-давно спроектировали мастера из столицы. Мы-то просто взяли их, старый чертеж. Так, может, в их чертежах была ошибка? И пойми меня неправильно. Я могу сделать новый механизм. Но попробуй все-таки найти другой чертеж, чтобы избежать проблем в будущем. Погоди-ка. Зашьемся. Может, обратишься к своему другу? К которому? А-а-а. Ну, к тому мальчику с фермы, который спроектировал для отца инвалидное кресло. А, ты про Люка? Да, Люк. В этом-то деле он молодец. Слишком быстро пропустил. Может, он и сейчас что-нибудь придумает? Неплохая идея. Ясно. Давай-ка ты покажи ему старый чертеж и механизм. Посмотрим, что он на это скажет. Конечно, конечно. Ну, к Люку мы точно уже не успеваем. Хотя. Хотя. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Мы на ферму. Да, фермеры не должны рано ложиться спать. Опа. Я же говорю, не должны ложиться рано спать. Чпунь. Чертежи и механизм. Давай обсудим это у меня, ладно? Без проблем. Уже по всем домам пошатались уже. Мне кажется, этот чертеж не годится для нашего фуникулера. Отсюда и проблема. Но я все же не механик. Так что полной уверенности нет. Порешай. Эй, ты пригласил Зеливара. Проблемы? Хочешь сбагрить кучу урожая? Нет. Мы говорим о чертеже для фуникулера на горе. А, да ты уже репутацию сколотить успел. Да, я ведь не механик. Хе. Погляди-ка сюда. Вот это кресло, твое изобретение. Или ты хочешь убедить меня, что только одну ерунду читаешь, а, Люк? Нет. Вот и послушай. Чтение необычных книг не отнимает твоих настоящих способностей. Иди и покажи всем в Лунбере, что фермерский сын может сотворить с этой механической штуковиной. Ну ладно. Я думала, он будет его осуждать. В общем, мне нужно немного времени, чтобы обдумать новый чертеж. Ты не против подождать? Конечно, конечно. Да, я тоже думал, что говном закидает. Ворчливый же дядька такой. А тут подбодрил. Молодец. Ну, прости, что заставил тебя ждать. А я ничего страшного не знаю. Зато я уверен в новом чертеже. Надеюсь, Игель Труда сможет его прочитать. Ну, если будет сложно, то всегда можешь обратиться ко мне. Хорошо, хорошо. А вот теперь что-то мне подсказывает, что... Да. Да. Хотя, может быть, она все-таки бухает. Не знаю. Давай посмотрим. Или все еще в автоматах? Играет. Она тут. Повезло, повезло. Угу. Чертеж фуникулера. Новый чертеж? Пойдем ко мне взглянем. Да что ж такое? Мотыляет нас. Угу. Надо же, выглядит неплохо. Но мне понадобятся дополнительные материалы. Понимаешь, к чему я? Конечно, конечно. Это же задача Зельевара, починить городской фуникулер. Угу. Добыть миллионы ресурсов, да-да. Хорошо. Ну, вот список нужных материалов. Угу. Возвращайся, когда все соберешь. И не умрешь. И тогда мы сразу же примемся за изготовление механизма по новому чертежу. Что? Ну, не так много в целом. Это только механизм. Это только механизм. Фуникулеры еще нужны, скорее всего. Хотя, кто его знает? Может, нас нам вманули? Ну, погнали. Медь, правда, в предыдущем биоме. Пока так подобываем. Давай серебро. Смотри, копает. А ну, копает? Он копает. Вот откуда имбирь. Имбирь. Ты поняла. Я думаю, откуда имбирь появился? Я вот тоже что-то как-то не сообразил. Дерево, что ли, выпал. Ну, я принял просто как данность это. Ладно, окей. Я удивленно и спросила имбирь, откуда взялся. Ну, ладно. Все, уже третий не успеем собрать, да? Успеем. 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 Бери. Бегу. Беги лес, который мы владеем. Ой, кстати, чуть ли не самая длинная серия у нас получила. Ну, тут прям дофига всего произошло. Много всего было, да. Очень много. И... Борьк. Боики. И не такой, не такой, как Старди. У Старди быстренько день прошел, а тут довольно долгий день. Ой. Алярма. Бежим. Алярма. Бежим. Бежим.